Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. 27 сентября турнир ACA 99 в Москве. Третий и решающий бой между Арманом Аспановым и Алексеем Полпудниковым. На самом деле все стало ясно еще в прошлом поединке, но лига настояла на том, что точка в этом противостоянии еще не поставлена. Можно ли рассчитывать на объективное судейство в предстоящем бою, расскажу прямо сейчас. Вкратце напомню, что в 2013 Аспанов нокаутировал Полпудникова и тогда на турнире в Сочи его поздравлял президент России Владимир Путин. Второй поединок состоялся через 4 года в Москве, на ACB 77. Второй раунд этого поединка стал одним из самых зрелищных в истории российской лиги. Была настоящая битва, в которой судьи отдали победу Полпудникову. Алексей сам был в шоке от такого решения. Зал освистывал его после боя еще несколько минут и не давал ничего сказать. Подобная ситуация произошла с бойцом авторской школы Шторм в 2019, когда ему отдали победу в поединке с Абдулрахманом Тимировым. По-моему, дежавю. Я предполагаю, что подобные решения можно объяснить следующим. Авторитет Александра Шлеменко. Команда судей, работавших на турнирах ACB, а сейчас ACA, была особенно внимательна во время поединков с участием бойца школы Шторм. Они шли в открытую конфронтацию с руководством лиги. После боя Аспанов-Полпудников в октагон выходил президент организации Майербек Хасиев, сказав, что по его мнению победил Арман. Хотя, возможно, тогда это было даже на руку, что выиграл россиянин. Хасиев сказал, что третий бой состоится в Казахстане. Руководство лиги понимало, что турнир с таким поединком собрал бы в Казахстане аншлаг, но не получилось. Партнеров для проведения не нашли и решили поставить точку на турнире в Москве. После боя Полпудников-Тимиров было принято решение о создании комиссии по оценке работы судейской бригады турнира с участием независимых судей и представителей атлетической комиссии ACA, а также судей, обслуживавших турнир. Комиссия выявила, что четверо из пяти судей проявили явную необъективность при вынесении решений. В принципе, что и требовалось доказать. Судейскую бригаду уволили и многие облегченно выдохнули. Что теперь нас ждет 27 сентября. Насколько будет давить на новую судейскую бригаду авторитет Шлеменко, сказать пока трудно. Надеюсь, президент лиги Александр Яценко не позволит в третьем и уже принципиальном поединке этих спортсменов сотворить судейский беспредел. Кроме того, я думаю, что новый профессиональный бойцовский клуб Arlan MMA Pro Team, с которым Арман Аспанов собирается подписать контракт, также не позволит проявлять необъективность в отношении своих бойцов. В заключении скажу еще вот о чем. В двух предыдущих поединках Аспанов ронял своего соперника на канвас. Как полпудников сумел прокачать челюсть за 4 года мне непонятно. Может просто повезло? Хотя смотрите сами. Если видео зашло, то давайте поддержим Армана Аспанова чемпионским лайком. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть еще больше людей узнают о казахстанских бойцах. Подпишитесь на канал ТутВсеНаши и на мой инстаграм, ссылка в описании. Там я публикую все то, что не попадает в ютуб, а также анонсы новых видео. Поддержать канал можно по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и напоминаю, в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию ММА.